Коробка практически завершена. Осталось около сотни блоков в перегородках, но это сделают уже после того, как будет готов армированный пояс под перекрытие и кровлю. В здании площадью 200 квадратных метров будут врачебные процедурные кабинеты. Все условия будут созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для их доступа в здание установят пандус, а также выделят место на стоянке. Валерий Осетров возглавляет бригаду строителей, самый с небольшого населенного пункта. Говорит, что проект интересный, работает с душой. Мы делаем под ключ, то есть, ну, торопимся по срокам к концу ноября закончить, как и предполагалось. Возведение филиала 4-й амбулатории ведется по краевой программе. На эти цели выделено 9,4 миллиона рублей. Здесь будут обслуживать около 3 тысяч человек. Также предусмотрена аптека. Жителям Зари и Рассвета не нужно будет ездить за лекарствами в соседние населенные пункты. Сейчас за медпомощью или консультацией хуторяне отправляются в Гайкадзор более чем за 5 километров. С их слов, иногда с учетом расписания автобусов такая поездка занимает половину дня. Наша амбулатория, то есть, получается, в Гайкадзорский округ относится и хутор Рассвет, и Заря. Но, к сожалению, людям не так удобно добираться сюда на транспорте. И много пенсионеров, деток, которым проще, если было бы там что-то близко. В хуторе Рассвет и Заря у нас имеются ФАПы, на которых принимают фельдшера. Но сокрытие ВОПа, то есть, это что значит? Там будет принимать доктор. Доктор общей практики. Врач общей практики или земский врач – это универсал, в задачу которого входит наблюдать персонально за каждым, знать его историю и вовремя ставить диагноз. При необходимости пациент будет направляться в городскую поликлинику или краевые центры, если требуется высокотехнологичная помощь. Такой специалист уже есть, и он готов приступить к работе. Кадровой проблемы никакой не было, у меня появился хороший терапевт здесь. Я ему предложил, он тут же согласился. Поехал, проучился полгода, и вот он теперь врач в общей практике. ВОП будет оборудован достаточно прилично для такого рода учреждения. Там будет стоять электрокардиограф, там будут стоять оборудования для осмотра ушей, глаз и так далее. Конечно, все будет компьютеризировано, подключено к сетям. Ранее в феврале этого года в селе Джигинка открыли стационар на четыре койки с процедурной комнатой и кабинетом врача. Кроме того, по поручению главы курорта до 15 сентября отремонтируют помещение на улице Чехова и сделают там офис врача общей практики. Задача обеспечить жителям города и сельских населенных пунктов равный доступ к медицинской помощи.